Продолжаем эксперименты с обогревом в походах. В этот раз мы сначала утеплили палатку. Причем утеплили настолько эффективно, что при плюс 3 градусах на улице в палатке было плюс 18 градусов. О, 18,3. 18 градусов в палатке. Обалдеть. По спальниках плюс 27. Даже без печки трубы. Вернее, мы сами, наши тела и были печками, в которых топливом работал ужин. Итак, все подробности нашего совместного похода на канале у Танюхи. Ссылка в описании. А здесь все нюансы эксперимента с утеплением в этом же походе. Довольно большой, больше 20 сантиметров туда. Поехали. В этот раз мы попытались палатку утеплить. Здесь родная обычная сетка. Вот такая фигня. Ну, мы поставили ткань блестяшку. Отражателем внутрь, естественно. Это обычная подкладочная ткань для курток. Здесь она просто сметана. Специально не стали делать жесткие швы швейной машкой, чтобы и складывалась подкладка лучше. И чтобы можно было в любой момент перестроить на любую нужную нам палатку. Поскольку материал вырезан с запасом от палатки, которая у нас в арсенале есть. Крючки продеты просто через зазор в швах. Нитки видно. Но нитка крепкая здесь, в принципе, удержит. Не знаем, какая там разрывная нагрузка у этой нитки. Но, судя по тому, как я пробовал, скорее она порежет пальцы, нежели порвется. Реально прочная. Край ткани распускаться не будет. Он отрезан паяльником, поэтому все плавлено там. Резали ткань обычным 60 ваттным паяльником. Нам повезло, все нужные приспособления у нас уже были с далекого прошлого. Со времен, когда мы занимались массовым выращиванием рассады и делали с их помощью парники. Кстати, кому интересна эта тема, выращивание рассада можно найти у нас на совместном канале. Да и вообще все про дорогу. Ссылка в описании. Ну и в этот раз термическая резка нам в очередной раз очень помогла. Конкретно в этом случае для того, чтобы ткань не распускалась. Это выкройка, вернее эскиз выкройки, по которой мы резали, вернее плавили ткань. В общем-то, хватило примерно пяти с половиной метров по ширине ткани, полтора метра. Такую выкройку мы сделали для трех палаток натурхайков, которые у нас есть. Их данные на экране. Ну и вот крючочки так продеты везде, по всей палатке здесь, сверху. Один крючок пропущен без продевания, потому что палатка достаточно высокая, поэтому ткань просто здесь вот сметали, а здесь вообще просто уложено вот так двойной слой получается. Можно было бы вырезать и сшить более точно, но мы специально обошлись без отходов ткани. Решили ничего не мудрить. Здесь разрез сделан, чтобы можно было на другую палатку ставить, ну и вентиляцию делать, если вдруг слишком там жарко не мог, а то встанет вдруг. Ну и здесь разрезы. С этой стороны разрез есть, второй так сказать. Это для одного выхода этой палатки и здесь разрез для другого выхода этой палатки. Здесь тоже молния обычная. То есть вот эту накидку мы сделали, по-быстрому отрезали, сметали. Буквально за полдня там все это приготовилось. Ну конечно, темп когда поставим, вот так ветром задирать уже не будет, будет просто лежать. Вот так вот. Короче говоря, получается верхняя часть вот эта утеплена. Именно здесь минимум двойной слой. Такой, грубо говоря, сантиметров 60 на 60 или 70 на 70 примерно. С этой стороны разреза уже нету, потому что у нас нет палаток, где все четыре выхода были. У нас есть палатка, где два выхода и палатка, где один выход. Вот разрезы на те стороны рассчитаны. Но пока мы ее прилепляли только на одну палатку, посмотрим как дальше будет это дело. Пока так. Еще в этом не ночевали. Сегодня первое испытание. Естественно, система такая сделана с расчетом, что тент, который здесь будет, он, как обычно, с конденсатом, мокрый. Ну и вот этой фигни все это касаться не должно, иначе она вымокнет. Поэтому все сделано не просто наброшено сверху, это было бы проще, конечно. А именно, как и нижний слой палатки, именно на крючках все. Все, давай класть тентом. Ну и дошили к этой палатке юбку. Она была без юбки. У нас туда все время всякую крень задувала. Сильнейший ветер, все уносит. Палатка еле держится, я не знаю, надеюсь не порвется. Вторую пытаемся поставить. Ее просто сносим, не можем поставить. Утро. Вот так и спали. Это нас засыпало сверху. Все, спальники, одежда, все в песке. Сейчас буду греть еду. Разогревание еды в походных условиях. Да, жесткое у нас утро сегодня. Холодно, блядь. Ветрища. Разогрею, поеду, можно будет. Из палатки вылазить не остаток, но придется. Жека греет еду. Я грею еду. Конечно, когда начинает сильный ветер дуть, или холодно, подмораживает. Хотелось бы и юбку, и утепление. Но вот только сейчас эту палатку наконец-то переделали. Ты похожа на этого, как он, на Дракулу в этом плаще, типа. А теперь можно, если что, прижать камнями, ветками, песком, палками. Теперь классно закрыто по всему периметру вообще. Даже там, где дверь, вот эта основная, широкая. Причем ткань такая, с профиткой. Вот видно, профитка какая. Одна сторона есть, а другая нет. Швейной юбки у нас 22 сантиметра. Здесь уже слишком не мудрили, просто пристрочили швейной машинкой. Достаточно прочная, крепкая, собственно, той же ниткой. И дошили здесь. Вот этой растяжки не было. Из-за этого тент касался часто головы, там сыровато могло быть, касался сетки. Ну а теперь оттяжка, там теперь промежуток такой довольно большой, больше 20 сантиметров туда. Растяжку тоже побольше настрочили просто и все. Здесь в этой палатке двойная вентиляция, два окна с этой стороны и с этой. Так что есть шанс, что мы тут не задохнемся. Ну и изнутри. Здесь разрез просто внахлёст. Закрываем. Получается слой сетка. Здесь, где сетки нет, такая штука. А дальше блестяшка. Вот она даже через сетку видно блестят. Она даже через сетку блестит. К примеру, тут у нас вот вообще сплошная сетка. Ну, с этой с моей стороны здесь тоже. Видно, что сетка. Палатка утеплена. Да. Кстати, мне кажется, тут сразу как-то теплее, знаешь. Да, прям тепло. Прям чувствуется, да? Угу. Надо будет температуру еще потом померить для полного экстаза. Угу. Все. Она, в принципе, помятая. Вот этой штуки все не касается. Поэтому прямая теплопередача, ну, в очень маленьком количестве мест на самом деле будет. Тем более здесь вообще сетка. Конечно, тут большая часть отражает все. Паук на завтрак. Так, паучок заползнул в палаточку. Бегает по тарелочке. Надо будет его... Выпустить. Выселить. Да. И прям как бы и за юбку. Ну да, надо как-то прям за юбку. А то... Только залезли в палатку, а тут уже жилец, понимаешь ли. Раньше нас. Кстати, смотрю, сколько времени без пяти семь. Лежим уже полчаса, наверное. Да. Жека вообще не накрывается. Я до половины. В спальник не хочется залазить. В спальнике тепло. Я вот тут укрыла спальника, вообще ногам тепло. Класс. Похоже, утепление работает. Да, утепление работает. Причем мы сегодня шли в майках. Холодно было, зябко. Ну, ноябрь, в принципе, конец ноября. Да холодно. Слышь, конец ноября я жалуюсь... Ну, как в майках. Нет, слышь, конец ноября я жалуюсь, что в майках холодно. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Вот. Шли. Зябковато было. Ну, вверх мы лезли. А, потом же... А вот как... Потом остановились. Просто постоять. Да, уже все. И смотри, потом мы сюда пришли, пока устанавливали палатку, я одела шапку, потому что у меня голова мерзла прям. Тут нам показалось, что явно стало холоднее. Голова мерзла, уши мерзли. Я шапку одела, куртку одела. Прям мне холодно было. И вот в палатке, в этой утепленной, и мы понимаем, что если бы как вот не утеплил Женя, сетка вот эта была, скорее всего мы бы тут уже кукожились бы, мерзли. А так просто вот... Вот это с юбкой, плюс... Утепление, да. Зеркальная подкладка, вообще классно работает. Классно. Прямо тепло. Я не укрываюсь, а я мерзлячка. Это здорово. Ну, я лежу, у меня ни ноги не мерзнут, ни руки не мерзнут. Вообще классно. И еще мне нравится то, что тут мягко. Вот эта трава, листья. Угу. Прямо очень удобно спине, хорошо прям. Хорошее место нашли. Да, красивое. Нравится обоим. Прямо хочется тут остаться. Так что задержимся. Не видно. О, 18,3. 18 градусов палатка. Обалдеть. А сколько на улице интересно. Это вот там дать. Жень, надо на улице замерить сколько. Ну да, надо замерить. Так. Измерение температуры в тамбуре именно. Да, меряю температуру между слоями. Между внутренним и наружным. Так, что? 10,3. Ну, тут уже повышается сразу. Ага, 11,3. Да, повышается. Потому что Женя заносит. А ты прям через пленку, через сетку получится? Не заносишь. А, вот так хотя бы, да. Я там помахаю. Вот она. Сколько? А, 10, да. Мелькнуло. Ну, как в тепло сразу наберет. Ну, короче, видно было. Да, да. А потом ты еще на улице. Ну, да. 10,5. 10. Угу. Круто. Получается, это мы нагрели именно своими телами чисто палатку. Да, да. Два человека нагрели вот так палатку. Да. Ну, вот смотрите, ребята. Здесь снаружи палатки. 3,6 показывает. Как сосед. Плоясти сделаем. Чтобы не рябило. 3,6-3,7. Вот. Тут какая-то морозь. А там внутри 18. Я до сих пор не укрываюсь. Ну. Да. Так причем два окошка открыто. Вот это открыто проветривается окошко. Ага. И с этой стороны тоже открыто окошко проветривается. Вот. 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 Классно утеплили. Получается, температуру подняли на 15 градусов, да? Да. В сравнении с наружным. Это очень круто. Что интересно, такого эффекта утепления не было даже, когда мы утепляли палатку сверху тремя зимними спальниками. Причем всего лишь двухместную палатку утепляли. Там у нас получилась разница между температурой на улице и температурой внутри палатки всего около 10 градусов. Причем и объем, и масса утеплителя были раза в три больше, чем у самой палатки. Кстати, палатка там была без юбки. Самый такой. Самый теплый. Теплый, да. Получается, это мы нагрели именно своими телами чисто палатку. Да, да. Два человека нагрели вот так палатку. Да. Ну, с одним человеком, наверное, не так тепло там было бы. Но мы, в принципе, получается с тобой вдвоем так нагрели трехместную палатку. Обалдеть. Это очень хороший результат. Да. Палатка трехместная. То есть там еще одного человека ложить можно. То есть втроем там было бы еще теплее. Двадцать точно было. Ну, да. Вот так вот. Да, не зря ты эту. Ну, да. Но мне всегда хотелось эту подкладку фольгированную попробовать. Ну, вот. Она работает. В принципе, она прибавила к весу палатки где-то пятьсот грамм. Я не помню точно сколько взвешивали. Ну, примерно в таких пределах. И она очень компактная. Она компактная. Она места много не занимает, да. Вот так выглядят пять с половиной метров фольгированной ткани. В свернутом виде. Ну, и масса. Сколько там? Около полкилограмма. Пятьсот двадцать семь грамм. Пятьсот двадцать семь граммов. Довольно компактно. В принципе, мы вот палатку свернули. Она в тот же чехол влезла без проблем. Еще и сжали ее там капитально. Ну, и встала поперек рюкзака легко. В легкую. Вот так вот. Ну, да. Видно, что это явно что-то моросит. Тент здесь мокрый прям. Ну, да. Прямо вода кругом стоит. И 3,6. Получается с легким ветром. Вот оно. Видно, что несет эту морось. При такой температуре сейчас видно. Скоро, что утром заморозит. Вон какой пар здесь. Идет. А внутри пара? А внутри пара, конечно, нету. Пар где-то градусов при восьми начинается. Ну, у нас там восемнадцать. С лишним причем. Восемнадцать с лишним. А тут три с лишним. Да, сейчас вот напротив палатки видно, как несет всю эту сырость. Ужухи, блин. Здесь холодно, блин. Мне сюда вылазить не хотелось. Не, ну, правда, в три градуса и с 18 вылазить. Естественно, не хотелось. Класс. Ну, вот здесь вот на внутрь. Вернее, здесь вот на наружной уже, как обычно, конденсат. Ну, здесь нормально. Слуха. Может где-то что-то и капнет, конечно, как обычно. Ну, так вот. Зазорчик получается такой. Примерно. С палец. Вижу под палатку у нас вот такая блестяшка. Самый тонкий полизол, оригированный, какой вы нашли. Но он старый-старый. Мы его обычно вообще все время тягали под палатку. Едем такой. В принципе. Ему лет десять уже. Да, ему уже лет десять. Ну, мы его просто как энзе берем. Даже, как правило, не всегда стелим. Это так. Особенно, если очень сыро, грязно там. Стелим. Ну, вот. Зеркальным слоем вверх. Он уже такой обтертый-обтертый. Здесь. Так. Блестяшка, которую мы под палатку укладываем. Который лет десять уже. Еще два на метр. Да. И сухое место после палатки. А когда клали... Тут было влага-влага, было мокро-мокро. А сейчас он сухенько. Высушили своими телами. В свернутом виде. Это действительно очень тонкий полиизол. Да. Он то в качестве сидушки, то подстилка под палатку. Миллиметр на два. Я не знаю это какой. Миллиметровый или двухмиллиметровый. Скорее всего, наверное, миллиметровый. Берем в каждый поход. И всегда пригодается. Да. Ну, вот. Температура в спальнике. В обычном спальнике. У которого температура комфорта 15 градусов. И тут примерно на уровне грудной клетки у меня 27,6 в спальнике. В летнем спальнике. Когда снаружи за палаткой, плюс 3 с копейками. Ну, так. Нормально. Тепло. Тепло хорошо. И, конечно, после того, как мы в спальнике залезли, тут в самой палатке, скорее всего, более прохладно. Но это уже не интересно. Потому что нам то важно, что у нас внутри. То есть, вот мы пока в палатке находились самой без спальника. Тут было 18 градусов. Спальники залезли. Объем меньше. Уже 27 градусов. Вот так. То есть, непосредственно замеры температуры там, где человеческое тело находится и там, где человеческое тело именно выступает в роли обогревателя. Источником тепла. Само для себя. Само для себя. Причем мы лежим в летнем сдвоенном спальнике, у которого температура комфорта 15 градусов. Вот спальники летние. Вот этим спальником лет 10. Это сдвоенные два спальника. Мы спим вдвоем, Жене, два летних спальника. Комфорт плюс 15, по-моему. То есть, мы именно как сдвоили его. Не то, что он в два слоя, а просто один слой соединили. Два одеяла, так сказать, из спальников развернутых. Женя, главное подобрать снаряжение. Где-то что-то, какие-то нюансы мы уже доработали. И получается вот так. Очень старые спальники под меня мы нарастили. Да, это Женя пришил капюшон. Твой спальник наращивал. Для себя пришил он, ну как пришил, он в принципе отстегивается. Ну да. Его можно отстегнуть в любой момент. То есть, спальник на черхаик Женя тоже доработал, палатку тоже. Ну, в принципе, такую палатку можно было и с юбкой купить. Да. Но мы сшили юбку. Просто мы изначально купили без юбки. Да, почему-то нам хотелось без юбки. А в итоге пришли к решению, что юбка нужна. А сейчас вот дошили юбку, утеплитель. Да, внутри. Ставили вообще как бы песни. Вот так вот. Сегодня у нас очень комфортно и тепло. Супер, так сказать. Супер ощущение, да? Да, очень. Очень. Я вообще просто в тонкой футболке. Да. А я, правда, по мне, наверное, не скажешь, что мне тепло. Я пока уже укрылась. Я люблю потеплее. Ну да. Да ты там еще один спальник пытаешься на себя. А я как бы... Хорошо. Хорошо. Я в одних тонких штанах сплю и футболка с длинным рукавом. Вот так вот. Пока тепло. Причем босиком, даже без носков. Позднее утро. Это такая ткань. Просвечивает ромбиками. А вот кое-кто вообще не хочет вставать, обленился почему-то. Нет, нет, нет. Специально выбирали ткань подкладочную серого цвета, чтобы в дневное время нормально видно в палатке было. Вот, кстати, здесь вот это один слой, вот эта складка, тут, наверное, три слоя. Вот это вот двойной слой, ну а здесь тройной. Так выглядит. Ну, в целом нормально, светло. С белой, конечно, было бы еще светлее. Ну, хотелось что-то такое, среднее, чтобы, например, если солнце светит, чтобы светом еще и поверхность в палатке нагревала слегка в холодное время. Но если бы черная была, слишком отсюда излучение тепловое поглощалось бы изнутри. А так такой промежуточный вариант. И не белый, и не черный. Ну что, палатка теперь достаточно утеплена. Без печки трубы проверили. Теперь можно из печки попробовать. В этом же походе, раз тепло держится хорошо. Но об этом уже в следующих сериях, чтобы ни вас, ни нас не утомлять обилием информации. Вот и все. Если видео и информация понравились, полезны, ставьте лайки. И подписывайтесь на наши каналы и на ютубе, и на дзене, чтобы сразу узнавать о выходе новых видео. И делитесь с друзьями. Удачи и хорошего настроения. С вами были Татьяна и Евгений Гордеевы. А если у вас есть опыт походов и самоделок? Пишите в комментариях. Поделитесь опытом. Ведь наши фильмы смотрят люди из 130 стран. Комментируют и читают. Если и вы поделитесь в комментариях собственным опытом. Упоминая эффективный для вас опыт и условия, в которых он оказался полезным. Это поможет всем легче ориентироваться, понимать и успешно применять новый опыт в своих условиях. Заранее спасибо. Все, укупориваемся. 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 Все там, щели заделали. Ткань приливает. Опс. Все.